Шарлотка с меренгой Здравствуйте! Сегодня мы с вами попробуем приготовить шарлотку с меренгой. Для этого нам понадобится 3 яйца, кусочек сливочного масла, чтобы смазать форму, яблоки, чайная ложка разрыхлителя, пакетик ванилина, грамм 250 муки и 200 грамм сахара. Для начала мы с вами разобьем яйца. Добавим туда сахар. И пакетик ванили. После того, как мы высыпали все наши ингредиенты, берем венчик и начинаем взбивать, чтобы сахар наш растворился, а масса увеличилась в объеме где-то раза в 3. И вот наша масса стала белая, весь сахар растворился, и она увеличилась в объеме примерно где-то раза в 3. Теперь мы с вами берем муку и добавляем в нее разрыхлитель. После чего перемешиваем это все ложкой. Берем ложечку и перемешиваем. Вот так вот, чтобы у нас разрыхлитель весь оказался в муке. После того, как мы с вами размешали муку, берем сито и постепенно добавляем муку в нашу миску. Через сито процеживаем для того, чтобы мука напиталась воздухом и она стала более пышной. Немножко просеяли, одеваем венчик и начинаем взбивать заново. И так далее, пока не добавим все в муку и все не взобьем. Вот мы и добавили нашу муку, все перемешали, тесто должно получиться примерно вот такой консистенции. Тесто наше мы убираем в сторону и начинаем заниматься нарезкой яблок. Пытаемся нарезать так, чтобы середина у нас осталась, ее можно было выкинуть. Ну, где-то примерно вот так вот. Сейчас мы нарежем их и продолжим дальше с вами готовить. Мы продолжаем пока нарезать наши яблоки не особо крупно, тоненько, чтобы большие куски яблок у нас не были в нашем пироге. И вот мы закончили нарезание наших яблок. Пока мы будем все заливать в форму, поставим в духовку прогреваться. Духовка стоит на 180 градусов. Теперь мы с вами берем силиконовую форму и смазываем ее маслом. Теперь берем сливочное масло и смазываем нашу форму, чтобы к ней ничего не прилипло во время выпекания. И хорошенько все это размазываем. Вот мы смазывали нашу форму. Теперь берем наше тесто и немножко выливаем форму. Возьмем ложечку, чтобы помочь. И размазываем его. Наверное, еще придется добавить тесто. И аккуратненько все это распределяем. Примерно где-то половина нашего теста ушла на первый слой. Теперь мы будем добавлять с вами яблоки. Яблоки добавляем кто как хочет, в каком хочет порядке, в хаотичности и так далее. Добавляем наши яблоки. Ну, постараемся, чтобы как бы везде они были. А не получилось, что у нас яблоки только в середине. А будем распределять по всему пирогу. Вот мы выложили наши яблоки. Теперь берем остатки теста и начинаем выливать. И вот мы почти выложили все наше тесто. Немножко аккуратненько. Все это размажем. И вот такой вот пирог у нас с вами получается. Сейчас у нас нагреется немножко духовка. И мы отправим этот пирог в духовку. Итак, разогрелась наша духовка до 180 градусов. И ставим наш пирог туда минут на 30-35. И также оставляем температуру 180 градусов. Пока наш пирог стоит в духовке, мы с вами будем делать меренги. Для этого нам понадобится три белка и сахар. Так, один белок мы уже отделили. Теперь нам надо еще два. Блин, для меня это очень сложная задача. Так как я уже говорил, что я не повар. Будем пробовать, наверное, вываливать в руку. В принципе, у нас получается. Также берем третье яйцо наше. И делаем здесь то же самое. Будьте очень осторожны. Желток очень легко проткнуть. И из-за этого нам придется все начинать заново, если мы это сделаем. Но нет, у нас с вами это получилось. Это для меня, я не знаю, подвиг какой-то, что у меня это получилось сделать. Теперь нам надо с вами взбить белок. Чтобы он уж и взбивался, добавляем чайную, пол чайной ложечки соли. Берем блендер с венчиком и начинаем с самой маленькой скоростью все это дело взбивать. Это будет процесс очень долгий, мы его, скорее всего, весь снимать не будем, будем снимать частями. И вот наши белки уже практически взбиты. Смотрите, какой у нас выписки с системцией они. Теперь будем понемножку вводить сахар и дальше смешивать. Берем немножко сахара, прям самую малость. И продолжаем перемешивать. И так перемешиваем, пока весь сахар у нас не растворится. И вот мы весь наш сахар перемешали. У нас получилась вот такая вот масса. Сладкая, потому что уже попробовали. Теперь продолжим готовить дальше. И так, приготовился наш пирог. Прошло не 35 минут, прошло 40 минут. Теперь достаем его из духовки. Ставим его на нашу дощечку и будем теперь его украшать. Для украшения нам понадобится кондитерский шприц и меренгу, которую мы с вами делали. Берем чайной ложкой и засыпаем в кондитерский шприц. Вот мы набили наш шприц с меренгой и теперь начинаем украшать наш пирог. Конечно, насадки есть разные. Кто какие хочет, рисунки делает. Все это на любителя. Этот процесс у нас займет очень много времени. Давайте мы сейчас за кадром все это сделаем и вам уже покажем результат. И вот мы украсили наш пирог. Так как я делал все это долго, белок у нас немножко поплыл. Надо было еще, наверное, его взбить заново, чтобы он набрал такую же пышность, как крем. Ну, что получилось, то получилось. Теперь ставим это минут на 5-10 в духовку, чтобы наша меренга прихватилась немножко. Все, теперь ждем минут 5-10 и достаем с вами наш готовый пирог. И вот наш пирог постоял в духовке еще минут 7. Теперь мы с вами будем его доставать. Вот что у нас с вами получилось. Сейчас он немножко остынет и мы с вами его продегустируем. Итак, наш пирог остыл. Теперь мы будем его разрезать и пробовать. Отрежем небольшой кусочек от нашего пирога. Что-то у нас вся меренга отвалилась как-то от него. Или у меня руки просто такие. Вот такой вот у нас кусочек пирога получился. При желании можно на украшение еще положить сверху каких-нибудь фронтов, вишенки. Можно посыпать сверху корицей. Давайте мы с вами это попробуем. Получилось очень приторно. Можно ложить поменьше сахара. Кто не любит слишком сладкое, потому что получился очень сладкий пирог. А так все в принципе вкусно, замечательно, все приготовилось. Насчет меренги не знаю, почему она так развалилась, когда начали резать. кто больше знает про это. Но я как бы не умею этого делать, пробовал вообще в первый раз в жизни. Даже такое слово, грубо говоря, узнал. А так все прекрасно, все вкусно. Всем спасибо. Пожелания оставляйте в комментариях. Может быть, кому интересны какие-то рецепты, чтобы мы приготовили. Всем спасибо за внимание. Удачи!